привет друзья вы на канале другая испания с еленой вивас и сегодня я вас хочу познакомить самым большим в мире музеем железной дороги который находится всего в 20 километрах от сан-себастьяна давайте прогуляемся по этому музею познакомимся с его экспонатами и в конце для вас будет маленький сюрприз и так идемте гулять на территории этого музея собрана огромная коллекция железнодорожного транспорта который нам напоминает о былом индустриальном величии страны басков так например здесь мы можем увидеть подъемный кран железнодорожный подъемный кран 1920 года следом за ним стоит несколько локомотивов паровозов также построенных в начале двадцатого века и по некоторым из них детям можно полазить побегать вот такие вот экземпляры можно увидеть на территории этого музея кстати правит этим вагончиком как раз директор этого музея такой интересный экземпляр локомотив работающий на пару 1920 года постройки прям как из наших фильмов о революции правда этот экземпляр нам напоминает о том что железная дорога использовалась не только для развития индустрии но и для развития торговли а на юге страны басков находится часть винодельческого региона риоха и поэтому этот экземпляр нам как раз и напоминает о том что железная дорога также использовалась и для перевозки вина в деревянных бочках это более современный экземпляр дата постройки этого локомотива 1952 год но все равно как исторически он выглядит да и видите здесь есть ступеньки по которым можно полазить детям ну и не только детям здесь интересно я вообще в этот музей влюбилась после его первого посещения поэтому тоже взобралась на этот локомотив чтобы посмотреть как там устроена была внутри его кабинка эта кабина машиниста где много-много всяких аксессуаров это печь для угля это я точно определила гудочек видите такой ручка за которую дергают машинисты чтобы выпустить пар и издать звук когда приближается к опасным участкам музей железных дорог страны басков это также еще два огромнейших ангара вот сейчас мы зашли в один ангар где представлена огромнейшая коллекция вагонов и локомотивов разных эпох давайте пройдемся и посмотрим какие интересные экземпляры здесь выставлены для посетителей этот локомотив бегал по железным дорогам страны басков между бильбао и сан-себастьяном в двадцатые в тридцатые годы он был построен в 1928 году а этот вагон был построен 1891 году трудно даже себе представить идемте зайдем наверх здесь можно заглянуть тоже в кабинку этого паровоза заходить правда нельзя запрещено а вот посмотреть как оно работалось машинистом а сто лет назад это можно этот трамвайчик он по дорогам ни страны басков не испании не бегал это подарок музею от бельгии этот трамвайный вагон был построен в 1932 году этот яркий красочный электрический локомотив был построен в будапеште специально для баских железных дорог и здесь можно заглянуть вот так они большая часть вагонов интересно оформлены чтобы не просто посмотреть на это как на музейный экземпляр да но и немножко погрузиться в ту эпоху погрузиться а во всю эту атмосферу работы железных дорог разных эпох и сейчас я как раз подхожу в ту а часть павильона где представлены самые старые экземпляры собранные в этом музее это вагон 1895 года постройки посмотрите его стены еще деревянные основной материал из которого он сделан а дерево и небольшая экспозиция как перевозились товары в таких вагонов это товарный вагон здесь несколько дверей и все они только для перевозки товара это мой самый любимый экземпляр на территории этого музея посмотрите это вагон вагон для шахтеров 1876 года постройки он был сделан в манчестере но специально для шахтеров провинции гиппуску а это одна из трех провинций страны басков посмотрите какие здесь потрясающие декоративные элементы а ведь это всего лишь рабочий вагончик очень много экземпляров которые я не буду показывать видите там достаточно узкие проходы и съемка там конечно будет затруднена но в этой части ангара не менее интересные экземпляры и обязательно стоит посетить не только детям здесь и взрослым будет очень и очень интересно помимо железнодорожного транспорта на территории музея можно увидеть и другие интересные экземпляры как например вот эта пожарная машина 1922 года посмотрите у нее деревянный руль лестница тоже по большей части деревянный один из самых любимых экземпляров у детей двухэтажный троллейбус середины двадцатого века который был построен в англии в 1948 году и вот здесь так интересно надпись написано и гельда мне даже трудно представить чтобы на и гельда ходил двухэтажный троллейбус кто был сан-себастьян не знает какой серпантин туда ведет кто не знает следите за моими видео обязательно сделаю репортаж еще один интересный экспонат на территории музея это трамвай который был построен в 1925 году а в городе сарагоса то есть это уже наше испанское производство когда смотрю на него сразу вспоминаю фильм место встречи изменить нельзя и сейчас мы с вами зайдем в мастерскую мастерскую железнодорожного транспорта спите это мастерская была построена в 1925 году и по сегодняшний день она работает в первозданном а видит как раз директор музея и вот он рассказывает о том как этот один единственный механизм запускает в действие 16 остальных благодаря которым и производили здесь все ремонтные работы и немножко прогулявшись под такой красивой зеленой аллее которая также находится на территории музея зайдем еще в один а павильон где представлена как я говорю все что около железной дороги но для меня это один из самых интересных павильонов на территории этого музея и Субтитры создавал DimaTorzok Даже можно найти вот такой вот экземпляр уголка оказания медицинской помощи на железной дороге. А в этом, в этой части музея раньше, когда испанцы при встрече целовались, они махали рукой через дорогу, здесь проводили занятия для детей, рассказывали им, как это все устроено в паровозе для машиниста. А это чуть более поздний экземпляр трамвайчика, построенного также в Сарагосе в 1950 году. Ну а теперь обещанный сюрприз. Каждую субботу и воскресенье со станции Аспетия музея железной дороги страны Басков отходит самый старый действующий в Испании паровоз 1898 года постройки. Он построен был в Манчестере и сегодня директор музея прокатит нас на этом паровозике по красотам страны Басков. Пятикилометровая такая пробежка в одну и в другую сторону до станции Лассоа. Очень рекомендую с детьми осуществить это мероприятие. И вам тоже понравится, не только детям. Здесь не только сам локомотив старинный, но и деревянные такие вот интересные вагончики. Итак, двери закрыты. Отправляемся в путешествие на самом старом паровозе Испании по горам страны Басков. Такое зрелище не для слабонервных. Отосюду выходит пар, даже из трубы. По-моему, он меня уже заляпал. Вагон прибыл на конечную станцию. В поселок Лассоау. Вот сейчас поменяют вагоны, поставятся в другую сторону паровоз. И мы отправимся в обратный путь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот и закончилась наша прогулка на самом старом паровозе в Испании. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки. Вон там вот внизу пишите в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть на территории страны Баска. В принципе, как и на территории всего Севера Испании я делаю свои выпуски. Следующий мой репортаж будет об основателе Ордена Иезуитов Игнасио Лайола, который, кстати, родился тоже на территории этого городка. И мы с вами посетим дом, в котором он родился, и святилище, которое ему посвящено, и много других мест, связанных с его жизнью и деятельностью. Всем пока-пока. Спасибо, что были со мной. А я побежала отстирывать свой новый белый пиджак, на который высыпалось очень много сажи из паровоза. Поэтому, если вы решите прокатиться на этом паровозике, одевайте только черную одежду, не совершайте моих ошибок. Всем пока-пока.